Лично у меня выходит где-то 50-60 тысяч голды, поэтому заходя каждую среду на своего воина, я просто отсылаю эту голду лишнюю, чтобы она не сжигалась на какого-нибудь персонажа своего. Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о фарме голды на актуальном контенте. А что самое главное, о фарме чистой голды. Таких способов относительно немного, но они имеются на текущий момент. Самый первый способ — локалочки. Конечно, любимые наши локалочки. Что они нам дают? В момент выполнения локалочек мы получаем голду. Какое-либо количество. 150, 250. Там есть локалочки с голдой побольше. Если рассмотреть сегодняшний день, то получается 2000 голды. 2000 голды умножить на 7 — это 14000 голды. Да, окей, когда-то больше, когда-то меньше, но по итогу это весьма неплохое число. И что самое главное, это является чистой голдой. Также под вторым пунктом хотелось бы выделить сундучки эмиссаров. Да, эти сундучки иногда дают шмотки, порой бесполезные, но периодически можно залутать 2000 голды. Это приятно. Далее, под третьим пунктом выделю сундучки, которые даются за репутацию. За 10000 ее накопления сверх превознесения. Суть в том, что эти сундучки, конечно, выгоднее сдавать в среду. В тот момент, когда вам дается новое знание, это просто-напросто полезнее для шеи, для ее прокачки. Либо вы получите 2500 азерита из 100-10000, либо 2500 из 80000. Ну, второй вариант поинтереснее в плане процентов. Так вот, можно эти сундучки, конечно, сдавать сразу, если вы не нацелены на прокачку шеи. Ну, а те, кто поопытнее, конечно, будут сдавать в среду. Самое главное, не забудьте про контракт. С целью того, чтобы затаргетить какую-либо фракцию и получать с ней сундуки еще быстрее. Лут с каждого сундука является уникальным, но вы всегда будете получать с него 4500 голды. Немножко ресурсов для войны. Также какие-либо игрушки являются уникальными, питомцы. Но у клинков волн вообще можно маунта полутать. Также там падают всякие эссенции 4-го ранга. Но это не особо интересно в плане голды. Четвертым пунктом выделю задания соратников. Они уже не особо полезны, как это было в Дреноре и в Легионе. Но все равно хотя бы какую-то копейку вытягивают. А, как говорится, курочка по зернышку клюет. Поэтому, если у нас есть свободные соратники, то мы можем отправить такое задание. Не в ущерб чему-либо другому. Конечно же, многие люди любят экспедиции. В тот момент, когда вы набиваете абсолютно полный кап, 36 тысяч азерита. Это делается либо за 3 эпохальных экспедиции, либо за 4 героических. Вы получаете карту сокровищ. С этой карты сокровищ может прокнуть квест на голду. По-моему, там 5000 голды. А это число весьма внушительное. Вот такие вот 5 прекрасных способов. Делаем локалочки на голду. Чекаем сундуки эмиссаров. Не забываем про островные экспедиции раз в неделю. Также задания соратников. Ну а также сундучки на 10к репутации. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи в выполнении актуального контента и получении золота. Берегите ноги. До скорого.